Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и цитата свободы. Как обычно, я помогаю вам избавиться от сетевой зависимости. Вместо того, чтобы каждый день читать Facebook и смотреть YouTube, достаточно послушать цитаты, и вы узнаете всё, что в последние дни обсуждали в соцсетях. Тема этого выпуска – приговоры Навальному, споры вокруг восстановления памятника Дзержинскому и восторге по поводу новой сети Клабхаус. В субботу Алексей Навальный получил от российского государства сразу два приговора – по делу о клевете на ветерана и в очередной раз по делу и в Роше. Как все и ожидали, по обоим делам Навальный был признан виновным. Ему предстоит отсидеть больше двух лет за решеткой и выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Вообще, запас поводов для дел против Навального у власти накопился большой, так что при желании она может держать Навального за решеткой хоть вечно, а может и выпустить, рассуждает на своем YouTube-канале Дмитрий Колюзев. Я предполагаю, что Алексей Навальный в любом случае будет оставаться в заключении, может быть в СИЗО, может быть его отправят в колонию, но тем не менее он будет лишен свободы до парламентских выборов. А вот что будет происходить дальше, во многом, конечно, зависит от того, как будет выглядеть политическая ситуация на тот момент, от исхода этих парламентских выборов, от того, насколько Кремль будет чувствовать себя уверенным накануне президентских выборов, ну, когда говорим Кремль, подразумеваем, конечно, лично Владимира Путина. В принципе, с юридической точки зрения у режима есть много всяких возможностей поступить с Навальным, ну, примерно как угодно. Можно через несколько месяцев разрешить ему подать на условно-досрочное освобождение, если политическая ситуация сложится таким образом, что по какой-то причине Навальный на воле окажется для Кремля, для власти выгоднее, чем Навальный в тюрьме. Такое может быть. С другой стороны, наоборот, власть, если решит, что Навального нужно держать в тюрьме как можно дольше, если ситуация будет складываться таким образом, то его можно осудить еще и по другим делам. Есть уголовное дело о хищении донатов. Это 159-я, часть 4-я. Там до 10 лет лишения свободы. А потом можно еще накидывать, накидывать, накидывать все, что угодно, вплоть до, не знаю, государственной измены. Пока что очевидно, что за решеткой Навальной власти удобнее, но все еще может измениться, считает в том числе блогер Эль Мюрид. В любом случае, эту проблему власть без сомнения решила, но создала для себя новую. И даже неизвестно, насколько худшую. Навальный для системы зло понятное и даже в чем-то полезное. Но тот протестный потенциал, который собирался под него, теперь остается сам по себе и неизбежно будет радикализовываться. Российская власть славится тем, что, решая текущие задачи, она закладывает мины на будущее. Тактические победы оборачиваются практически всегда стратегическими поражениями в дальнейшем. Что неудивительно при чудовищном кретинизме, не в медицинском, но в бытовом смысле, как лиц, принимающих решения, так и всей ниже стоящей вертикали, подобранной по принципу «не быть умнее руководства». Если в России 21 века появятся новые эсеры, взявшие на вооружение террор, причем террор против самой власти, то справится ли с ним путинская охранка? Предсказуемые приговоры Навальному в сети обсуждали намного меньше, чем речи, которые он произнес на судах. В одной из них Навальный, как он любит делать, процитировал Гарри Поттера. Это вот важнейшая вещь, которую власть наша и вся система пытается сказать таким людям. Ты одинок, ты одиночка. Сначала важно запугать, а потом доказать, что ты один. И вот эта вот вещь про одиночество, она очень важна, она очень важна как цель власти. Кстати говоря, по этому поводу сказала один из замечательных философов, Палумна Лагвуд. Помните, была такая в Гарри Поттере. И разговаривая с Гарри Поттером в сложные времена, она ему сказала, важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Безусловно, наш Волан-де-Морт во дворце тоже этого хочет. В этих словах отчасти содержится ответ на вопрос, почему Навальный вернулся в Россию. Это хорошо понимает Александр Подробинок, который в свое время тоже принял решение остаться в СССР и сесть в тюрьму вместо того, чтобы эмигрировать. Вот его комментарий на эхе Москвы в беседе с Владимиром Карамурзой. Если взялся за такое сопротивление, а это было антисоветское такое сопротивление, диссидентское сопротивление, то я полагал, что скрываться в тот момент, когда начинает грозить опасность, это некрасиво, это неправильно. И кроме того, в 1977 год тогда была целая лавина отъездов диссидентов. Уезжали люди отсидевшие, уезжали люди, которым только угрожала посадка. В общем, это все очень сильно ослабляло диссидентское движение. И также сегодняшняя эмиграция оппозиционных политиков, она, разумеется, точно так же ослабляет оппозиционные движения и наносит урон делу свободы в России. Поэтому возвращение Навального, оно улучшает атмосферу в стране. Люди понимают, что этот человек идет на сознательный риск ради некоторых идеалов. У него сейчас даже близко нету власти, у него нету никаких преференций здесь. Но он возвращается, потому что он считает правильным вести такую политическую линию. И именно это является сильнейшим раздражителем для Кремля. Потому что они привыкли, что они на людей давят, люди сникают, люди боятся, люди боятся тюрьмы, люди боятся потерять работу, боятся преследования семей. Ну, в общем, в России много чего бояться можно, да? И они сникают и уходят в тень. А Навальный, наоборот, сделал шаг в обратном направлении. Для Кремля это, конечно, невыносимо было слышать, это я понимаю. Это вне зависимости от того, какова политическая идея Навального, и можно с ней соглашаться или спорить, это другой вопрос. Но сам по себе факт его возвращения в Россию при таких тяжелых обстоятельствах, в которых он оказался, это, конечно, очень такой обнадеживающий, я бы сказал, факт для нашей жизни. Речь Навального в суде уже называют одним из самых сильных политических высказываний в России. Кстати, помимо Гарри Поттера, он процитировал там еще и свой любимый мультфильм «Рик и Морти». Борис Акунин. Алексей Навальный выйдет на свободу не раньше, чем на свободу выйдет Россия. И наоборот. Теперь это стало окончательно ясно. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не испытывать уважения к человеку, который, отправляясь в колонию на годы, а может быть и навсегда, сказал в последнем слове. И это очень важно. Просто не бояться людей, которые добиваются правды, а может быть даже как-то их поддержать, прямо, косвенно. Или просто, может быть, даже не поддержать, а хотя бы не способствовать этой лжи, не способствовать этому вранью, не делать мир хуже вокруг себя. В этом есть, конечно, небольшой риск. Но, во-первых, он небольшой. А во-вторых, как сказал другой выдающийся философ современности по имени Рик Санчес, жизнь – это риск. А если ты не рискуешь, значит, ты просто вялая кучка молекул, собранных беспорядочно и плывущих по течению Вселенной. Но самой обсуждаемой цитатой в речи Навального оказалась цитата из Евангелия. «Блаженны жаждущие и алчащие правды, ибо они насытятся». Иван Бабицкий. Тот пафос, который был изначально в самом возвращении Навального в Россию, вполне закономерно проявился сегодня в его последнем слове. В традиционных христианских выражениях в этом одна из опасностей использования властью таких средств, как отравление неудобных. Человек, который был отравлен, но выжил, может не испугаться, а наоборот, приобрести новый, куда более ясный взгляд и найти новые силы и уверенность в том, что он прав, и кто-то, может быть, ведет его за руку, кто-то, против чьей воли ничего дурного с ним не случится. Навальный, который уверенно говорит суду, «блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся», или «есть книжка, в которой четко написано, что нужно делать в каждой ситуации», или «ребята из конвоя замечательные, им запретили со мной говорить, но они говорят иногда дежурные фразы, это уже другой, гораздо более опасный для любой власти человек». Многие верующие считают, что Навальный показал себя истинным христианином, который готов пострадать за свои убеждения. Но не обязательно быть верующим, чтобы отметить, как его слова и поступки контрастируют с насквозь лживым поведением власти. Группа «Элизиум» положила на музыку телемную записку, в которой Навальный сравнивает свое заключение с космическим путешествием. И в этом тексте тоже очень много надежды. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая спартанского вида каюта, железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Привет, это Навальный. У меня все нормально. Вот на местной каюте теплее уюте. И скоро люди. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алией Пономаревой. Тема этого выпуска – последние слова Навального в суде, споры вокруг восстановления памяти Кадзержинскому и восторги по поводу новой социальной сети «Клабхаус». Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами. Салам алейкум. Добрый день. У микрофона Мэльбек Вачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. Дискуссии по поводу восстановления памятника Кадзержинскому на Лубянке разгорелись еще в начале февраля, когда довольно разношерстная инициативная группа, в которую вошли в том числе Александр Проханов, Захар Прилепин и Леся Рябцева, предложила вернуть его на Лубянку. Это предложение активно поддержали те, кого в последнее время часто называют блогерами за еду, в том числе Илья Ремесло. Незаконный снос памятников крупным государственным деятелям, основателю спецслужбы – это всегда неуважение к истории страны. Дзержинский сейчас – это символ сильной государственности, сильных спецслужб, давно вышедшей за рамки чисто коммунистической парадигмы. Восстановление памятника Дзержинскому – это не установка памятника революционеру или организатору репрессий, как нас пытаются в этом уверить. Оппозиционно настроенные комментаторы, конечно, пришли в тихий ужас. Кирилл Ляц. Я уверен, возвращение Дзержинского ни в коем случае допускать нельзя. Это будет глумление над памятью миллионов, уничтоженных в ФЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. Это плевок нам, победившим мрак в августе 91-го. Нельзя оставаться безучастными. Возможно, это наш последний рубеж. К противникам возвращения памятника присоединился Владимир Познер, которому не кажется нормальной идея заново устанавливать Дзержинского на площади, где уже стоит поминальный Соловецкий камень. То есть памятник палачу будет расположен рядом с жертвами этого палача? Как вы думаете, они бы сами хотели, чтобы этот памятник был рядом с их памятником? А их родственники, которые еще живы, они бы это хотели? Кто-нибудь об этом подумал? И вообще, я даже думаю, что сам Феликс Эдмундович не очень бы этого хотел, если бы его спросили. Я в завершение скажу вот что. У каждой страны есть тяжелые, позорные, очень жестокие страницы и грани. Об этом надо напоминать, как, например, напоминают в Берлине, где в разных районах города есть такие напоминалки, я их называю, но написаны щиты такие с указами гитлеровских времен о том, что евреи не могут садиться на скамейках в парках, не имеют права собираться больше, чем втроем, они могут ходить в бассейн, на стадион, ну и так далее, и так далее. Это все время об этом напоминают, не дают об этом забыть. И жаль, что у нас так мало таких напоминаний о безвинно пострадавших, убиенных сотнях тысячах, а то и миллионах людей за время советской власти. Кстати, непонятно, что нынешняя российская власть могла найти в Дзержинском, отмечает Кирилл Полтевский. Представьте себе человека, который постоянно агитирует против власти, которого власти на этом неоднократно ловят, судят, сажают в тюрьму. А потом он скрывается в Германии, а потом возвращается и снова за свое. А потом, наконец, власти его судят уже совсем по-серьезному, осуждают на долгий срок и отправляют в дальнюю зону, чтобы он там сгнил уже окончательно. Но по дороге он бежит, а после возглавляет боевые отряды революции, берет штурмом правительственные учреждения. А уж потом, когда революционеры победили, занимается расправами с теми, кого они победили. Это путинист? Да нет же, это Феликс Дзержинский. Нечто, совершенно противоположное путинистам. Ночной кошмар таких, как путинисты. Мне совершенно непонятно, зачем путинисты хотят вновь поставить ему памятник. Соскучились? Ну так он вернется. Но все это не так важно, как возможность символически вернуть спецслужбам утраченный статус, отмечает Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция». Вообще, как я говорил в прошлом выпуске, снос «Железного Феликса» остается символом крушения СССР. И речь, конечно, о символическом реванше за 91-й год, когда госбезопасность, ее центральная контора и ее главный памятник были публично унижены. И, если честно, меня возвращение Феликса не удивляет и не возмущает. Знаете почему? Потому что это логичный символизм и закономерный итог 20-ти путинских лет. История всегда пишется и переписывается победителями. Так поступали и Романовы, и большевики. И даже окружение Ельцина построило свой Ельцин-центр. Было бы странно, если бы победившие чекисты не захотели увенчать свой триумф монументальным актом. И вот тут некоторые удивлялись, почему в России так вольно обращаются с законом. Да потому что у нас даже история имеет обратную силу. В Мосгордуме предложили устроить референдум по поводу возвращения памятника. В качестве альтернативных вариантов предлагается памятник Ивану Третьему, либо Александру Невскому. Но многие считают, что победит все-таки Дзержинский. Сергей Марков. Памятник Дзержинскому на Лубянке будет точно, если вопрос вынесут на референдум. Даже москвичи выберут именно Дзержинского. И Россия будет рукоплескать. Это будет сигнал от народа к власти. Надо быть жестче, как Дзержинский. Жестче с проблемами, стоящими перед страной. И жестче с явными врагами страны, типа Навального и тех, кто из элиты его поддерживает. Жестче надо, жестче, тверже. Это сегодня главное требование народа к власти. Володя Берхин. Противников и сторонников памятника Дзержинскому на Лубянской площади мог бы примирить какой-то компромиссный вариант. Поставить, например, только нижнюю половину памятника или, например, поставить памятник кверху ногами, на фуражку, в идеале замуровав голову в пьедестал. Или положить его горизонтально. Тоже, думаю, нормально будет, и все довольны. Доцентр ГГУ историк Евгений Пчелов считает, что лучшим компромиссом был бы фонтан. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Дождь». Мне бы хотелось увидеть там фонтан, который там ставил исторически. Это фонтан работы Виталия, имевший определенный символический смысл, который убрали потом оттуда, который перенесли к зданию, нынешнему зданию Президиума Академии Наук. Вот я считаю, что исторически, если уж говорить об истории Москвы, именно в истории, так сказать, настоящей Москвы, да, не советского периода, то это фонтан, конечно, должен там быть. Но, возможно, и другие варианты. Федор Крашененников. Знаете, что находится в Берлине на месте штаб-квартиры Гестапо? На месте здания был пустырь, а сейчас там павильон с экспозицией. Называется «Топография террора». Так что в идеале на Лубянке никаких памятников ставить не надо. А хорошо бы снести весь комплекс зданий этого гнусного учреждения и разбить мемориальный парк в память о всех замордованных прямо там и по планам, разработанным в этих стенах. Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на свои источники утверждает, что в Кремле все же предпочли бы видеть на Лубянской площади Александра Невского. И результаты референдума, если он пройдет, наверняка будут отражать эти предпочтения. Вы слушаете «Цитаты свободы», подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Теперь у нас есть еще одна важная социальная сеть. Клабхаус пришел в Россию совсем недавно, но в последние дни есть ощущение, что во всех остальных сетях говорят только о нем. Присоединиться к нему не так-то просто. Для этого нужно либо получить приглашение от действующего пользователя, либо зарегистрироваться и дожидаться, пока ваша регистрацию не одобрит кто-нибудь из друзей, у которых Клабхаус уже есть. Кроме того, приложение пока доступно только для устройств в компании Apple. Все общение в этой сети происходит в звуковом формате в комнатах по интересам, которые могут создавать все желающие. Из-за этого многие сразу окрестили Клабхаус сетью для любителей голосовых сообщений и для тех, кто не умеет читать и писать. Маша Поспелова. Наконец-то эти чудаки, которых все шпыняли, эти невозможные отрицатели письменности, бесячие любители наговаривать голосовые сообщения, обретут свой ЭДЭМ, эксклюзивный Клабхаус. Ей-богу, страшно рада за людей. Алексей Андреев. На мой взгляд, аудитория Клабхаус выбрана очень точно. По моим скромным наблюдениям, пользователи последних версий iOS и любители голосовых сообщений – это почти всегда одни и те же люди. Между тем, Клабхаус растет, как на дрожжах. После того, как в нем организовал комнату Илон Маск, он получил репутацию из сети, где можно запросто поговорить с живыми знаменитостями. Так что в него хлынул поток трендсеттеров – от поп-певцов до топ-менеджеров. Звездных пользователей привлекает в том числе и то, что беседы не записываются – это прямо запрещено правилами сервиса. В сети уже есть свои звезды. Например, Анатолий Капустин стал модным модератором бесед и уже берет за свои услуги гонорары. Капустин поделился своими ощущениями от Клабхауса на канале Ильи Варламова. Клабхаус максимально похож на Россию 90-х. Отсутствие каких-то рамок – это этап первичного накопления капитала. Только если в России это был капитал денежный, то сейчас это капитал социальный. И любой человек, влетевший в Клабхаус и начавший делать там контент, может в одной комнате встретиться и с Тиграном Ходовердианом, CEO Яндекса, и с Дмитрием Гришиным, сооснователем Мэйла, и с Викторией Боней, и с Покрасом Лампасом. Ну и также с другими людьми, до которых часто мы не то что не могли бы дойти, а нас просто не пропустил бы третий секретарь второго зама этого человека. А в Клабхаусе все эти люди сидят и спокойно с тобой и друг с другом общаются. Ну я не знаю, с чем сравнить в моей истории пользования соцсетями Клабхаус. Больше всего, наверное, он похож на секрет или, как говорят, на ранней ЖЖ, где были только те, кто круто вещает и те, кто круто слушает, а всякие кремлевские или не кремлевские тролли туда пока не дошли. Есть в российском Клабхаусе и своя субкультура – кланы Биониклов и Лего-человечков, которые враждуют друг с другом. Клуб любителей Биониклов возник с подачи редактора журнала Докса Армена Арамяна. Его участников объединяет любовь к серии игрушек, популярных в начале нулевых. Сооснователи клуба – журналист Майкл Наки, правозащитник Роман Киселев и комик Александр Долгополов. Самой яркой акцией Биониклов стал организованный поток жалоб на Владимира Соловьева, из-за которого телеведущего забанили в Клабхаусе практически сразу после того, как он там зарегистрировался. Для этой акции они даже объединили усилия со своими противниками – кланом Лего-человечков. После этого Владимир Соловьев даже посвятил Биониклам стрим на своем YouTube-канале, где он сделал вид, что отрывает одной из этих игрушек голову. Человек имени Красовов Майкл Наки организовал налет, и боевой отряд пида... подождите, боевых, настоящих бойцовских Долгополовых обрушился со всей ненавистью на несчастную Клабхауссеть и заблокировал возможность мне открывать свои комнаты и вести там беседу. Это ужасно смешно. Об этом стала главная новость чуть ли не всюду, где возможно. Яндекс, Шмандекс. Вот это Биониклы, и сейчас на ваших глазах что? Мне оторвать голову этим Биониклам! Ха-ха-ха! При этом у Майкла Наки случится инфаркт от страха. Роскомнадзор отправил разработчикам Клабхаус официальное письмо с требованием восстановить Соловьеву доступ, что вызвало в сети насмешки. Олег Сомин. Не понимаю только одного. Чем владельца поместья на берегу итальянского озера Кома не устраивают карманные, находящиеся под пристальным контролем ФСБ, российские сети ВКонтакте или Одноклассники? Хотя стоп, они же тоже в сети интернет, которые тоже придуманы американцами. Остаются радиоточка и трехпрограммный приемник «Маяк». Майкл Наки ответил Соловьеву на своем YouTube-канале. Каждый день Владимир Соловьев кормит свою аудиторию, нет, даже не актом идентификации, просто выдумками и ложью. Он транслирует атмосферу ненависти. И когда он пытается выглядеть молодежным и веселым, отрывая головы Биониклам, он выглядит как шут. И шут даже для своей аудитории, о чем вы можете там почитать в комментариях. Это, безусловно, трагедия человека, который хотел ну хоть капельку величия. Он хотел быть хотя бы таким же, как Доренко. Он хотел быть хоть кем-то. Он хотел, чтобы им восхищались. Но он является представителем цирка уродов, на которые приходят посмотреть, чтобы посмеяться. И делает это все, конечно же, за наши деньги. Но эта фраза уже стала банальностью. Владимир Соловьев, вас никто не боится и не уважает. Вы смешны. Вы абсолютно несчастный дурак, который наверняка глушит свое горе в каких-либо девиациях. И каждый раз, когда мне присылают ваш эфир, обычно это когда я в нем фигурирую, в смысле вы там что-то про меня говорите, ничего кроме смеха и жалости у меня это не вызывает. Вы жалки. Кстати, о знаменитостях Илон Маск лично отправил предложение пообщаться в Клабхаус Владимиру Путину. Тот, судя по всему, не понял, о чем идет речь. Дмитрий Песков в ответ заявил, что надо сначала изучить, что имеется в виду. Олег Козырев. Путину принесли распечатанный инвайт в Клабхаус от Маска. Владимир Владимирович уже третий день кликает на ссылку на листке и никак не может попасть в комнату. Александр Осовцов. Клабхаус в некотором смысле модель поведения всего Запада по отношению к России. Соловьева они забанить еще могут, но Путина лично Маск почтительно туда приглашает. Но Путин к нему не приходит. Зато в Клабхаус пришла Луиза Розова, которую называют совместной дочери Путина и Светланы Кривоногих. И пообщалась там с бывшим журналистом проекта Андреем Захаровым, одним из авторов расследования о ней. Хотя это запрещено правилами сети, запись беседы с Розовой сохранилась и стала поводом для многих критических постов. Многих разочаровало ее нежелание вникать в политические и социальные проблемы простых россиян. Илья Клишин. Многие обсуждают спонтанное интервью Луизы Розовой в Клабхаусе, где она говорит, если коротко, что если вы не можете купить хлеб, ешьте пирожные и вообще обустраиваете свою жизнь. Можно многое, конечно, списать на возраст. Но предыдущий опыт показывает, что только 3-5 поколений с хорошим образованием дадут нам у такой элиты эмоциональный интеллект и некоторую эмпатию. Проще говоря, в лучшем случае правнук Луизы Розовой напишет книгу «Записки охотника 2.0» о том, что он сходил в пятерочку и понял, что люди, которые покупают макароны по акции, не просто источник их дохода, но тоже живые люди. А нам предлагается эти 200 лет ждать. Ну как предлагается? Предлагают те люди, которые против смены власти в России. Не, ну классно, что они готовы ждать высококультурных правнуков Луизы Розовой. Я не готов. Ксения Собчак в своей передаче «Осторожные новости» отметила, что Розова оправдывает убийство людей в интересах государства. Луиза, жги еще, что я могу сказать. Это гораздо круче, чем Регина Тодоренко и ее «А что ты сделала, чтобы он не бил? Почему государство не может убивать в разумных целях? Ох!» Конечно, неизвестно, действительно ли это была та самая Луиза Розова. То, что многие ожидают встретить в клабхаузе известных людей, играет на руку пранкерам, которые охотно ими притворяются. Например, в клабхауз приходила Алла Пугачева, которая пообщалась там с рэпером Федуком и даже спела песню «Примадонна». Но позднее Максим Галкин заявил, что аккаунта в этой сети у певицы нет. Несмотря на все недостатки сети, многие успели ее полюбить. Елена Панфилова. Если что, я тоже теперь в клабхауз, который последнюю неделю мне заменяет привычный с детства фоновый бубнеж радиоточки о важных событиях дня. Только этот бубнеж внезапно звучит голосами дорогих друзей, у которых и информация интересная, и аналитика отменная, и чувство юмора бьет через край. И ты всегда можешь вдруг нырнуть прямо в радиоприемник и сообщить городу и миру свое альтернативное мнение о текущем. Российские пользователи отмечают еще одно достоинство клабхауз. Эль Мирит. Новомодный клабхауз ставит перед гестапо разных стран крайне сложную проблему. Общение в комнатах происходит в реал тайме, без записи и архивирования контента. Чтобы контролировать, не злоумышляют ли пользователи, посадить слухачей в каждую комнату не хватит никакого штатного расписания. Роботизировать процесс тоже проблематично. Сеть отсекает такую возможность. И как тогда фальсифицировать дела? Как создавать организованные экстремистские сообщества с последующей групповой посадкой, премиями и внеочередными званиями? Китай эту проблему решили просто. Там клабхауз уже заблокирован. А в России в него, вероятно, могут запустить провокаторов, которые будут раскручивать нужных людей на разговоры. Но пока этого не произошло, можно получить удовольствие от новой сети. Если, конечно, вы счастливый владелец айфона. Или не боитесь ставить себе пиратское приложение для андроида. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте нас на сайте Свободы или подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе. А если вы уже подписались, пишите комментарии и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»